Девушки отдыхают Мы никому не нравятся, когда ему лгут, и все же на нас обрушиваются потоки ложной информации. Если мы неосторожны, ложь может навредить нам. Поэтому давайте сегодня поговорим о том, как защищать себя от лжи. Давайте посмотрим отношения к руководящего совета к апокрифическим книгам. Сторожевая башня за 2012 год апрель. Обратим внимание на общий вывод. Посмотрим на два последних предложения. Написанные людьми, не знавшими лично ни Иисуса, ни его апостолов, они не содержат некой скрытой истины об Иисусе и о христианстве. Все, что в них содержится, это неточные, выдуманные и абсурдные сообщения, которые никак не могут помочь узнать Иисуса и его учения. Как вы думаете, будет ли руководящий совет ссылаться в качестве доказательств на апокрифические книги после такого категоричного вывода? Сторожевая башня. Выпуск для изучения. Март 2018 год. Вопросы читателей. Почему в публикациях свидетелей и еговы, апостола Павла изображают Слысиной? Нужно сказать, что сегодня никто не может точно описать внешность Павла. Иллюстрации в нашей литературе, на которых он изображен, это видение художника. Они не подкрепляются археологическими фактами. Однако наше представление о внешности апостола не лишено основания. Так, в Сионской сторожевой башне от 1 марта 1902 года говорилось. Что касается внешности Павла, в деяниях Павла и Феклы, написанных примерно в 150 году от Рождества Христова, содержится, вероятно, наиболее полное описание его внешности, которое соответствует традиции. Там он описан как человек небольшого роста, лосоватый, кривоногий, коренастый, со сросшимися бровями, с довольно длинным носом. Вот что об этом древнем труде, сказано в одном христианском словаре. Не исключено, что в деяниях содержатся некоторые исторически точные сведения. В первые века нашей эры, деяния Павла и Феклы высоко ценили. Это видно из того, что до наших дней сохранилось 80 рукописей на греческом языке, а также его переводы на другие языки. Ложь разрушает доверие. Субтитры создавал DimaTorzok